Андрей, поздравляю тебя с победой, яркой над Аптией Устархановым. Мало кто той победу верил. Скажи, как тебя сейчас, какие ощущения после боя, что в первую очередь думаешь там, показал ли ты 100% себя? Я могу сказать, что я, конечно, очень рад победе. Я в нее верил. Брат мой верил, тренер мой верил, родители, жена, ребенок, все близкие, все в меня верили. Но не то, что были сомнения, были какие-то определенные опасения, потому что выходил на замену. Срок подготовиться был очень маленький. А Аптией готовился, как бы, заранее, полноценный курс, весь большой подготовки, цикл. Поэтому я знал, что я не покажу. Нет, я выиграл единогласно у всех, я не показал. Даже там, я не знаю, не то, что на 100%, я не показал там процентов 80, того, на что я могу. Но чувствовал, что веду уверенно. И, в принципе, доволен. Исходя из тех обстоятельств, которые сложились, короткий срок подготовки, выход на замену, боксировать на чужом мероприятии, на организованный промотор с компанией моего соперника, исходя из всего этого, то я сумасшедший, просто, блядь, доволен очень сильно. Уже слова путаюсь, просто... Ну, нормально. По моему мнению, там по раундам, ну, плюс нокдаун, 8-2 примерно в твою пользу. Один из судей там подставил, ну, почти по раундам ничью. Было пару раундов, да, которые, где я не проиграл, но я их не забрал. Я сам это понимал, но надо было тоже сделать где-то паузу, потому что, чтобы еще и в конце... Ну, знаете, прошел десятку, мне на тренировке было в разы сложнее, чем здесь я прошел. Ну, вот мне показалось, где-то на 8-ом раунде ты уже подуставшим был. Ну, конечно, естественно, я не был свежий тут. 8-9 отпрыгать, а каждый встанет, да, уже не та скорость, резкость в ногах. Но, тем не менее, чтобы такого прям отказали и встали... Крепко не попали? Нет, не было крепких... Он жестко бьет, он жестко бьет по стоящим мишеням. А я двигался. Попробуй попозди. Ты уже поблагодарил своего брата, тренера и так далее, но у тебя еще был в углу такой некий человек, который чистил капу и подавал ее. По-моему, я его видел раньше на телевизоре, и кажется, это вот его Владимир Стогниенко. Он самый, да, он самый. Какую роль он сыграл в той москвихе? В первую очередь, я как бы его фанат изначально, давно-давно. Я, ну, как уже много раз вам говорил в интервью, фаната футбола, и в том числе и английской премьер-лиги, которую он комментирует великолепно. И мне нравится больше всего, особенно, когда он комментирует мой любимый Манчестер-Сити. Я просто кайфую. А так довелось, что на базе Кутузовского, где я тренировался и жил, он, Владимир, тоже там тренируется, четыре раза в неделю ходит на бокс. И мы познакомились, и в разговоре получилось как-то мы так-так. И я предлагаю ему выйти со мной, он с удовольствием согласился, и мне было это очень приятно. Чистый момент вот этой психологии, как человек, по метру которой я являюсь, он выходит со мной и поддерживает меня и болит. Но мне было приятно, это классно. Ну, ты ему так, грубо говоря, дал взятку тем, чтобы взял его на бой. Он тебе обещал взять себя на Манчестер-Сити или куда-то еще? Да, вы послушали, серьезно. Серьезно. Он уже пообещал, Владимир, уже обратно посидел. И когда по срокам будешь тебе быть в Англии? Он сказал, как готов будешь, у них есть отток спорта на комментарии игр, ну, в штат там, могут с собой брать людей. И он сказал, на Манчестер-Сити, когда он поед комментируется, он меня с собой берет уже. Будешь ли ты его еще звать, в рейт там? Я сказал, он уже в команде. А, уже в команде, это стабильно, понял. Так, ну и скажи там, что с вами болельщикам, которые за тебя переживали, возможно, мы на большинство из них даже верили в твой успех, несмотря на всю атмосферу, такую подговору. Это я еще раз повторяю, это моя жена, мой сын, Маришка Платошко. Спасибо вам. Мои родители, которые тоже приехали здесь. Мой родной брат Олег, который с самого начала сказал, что все будет хорошо, и верил в меня, каждый день звонил мне. Снижили, поддерживал меня, очень приятно. Спасибо. Его поддержку очищал всегда так же, как поддержка родителей, жены. Все очень приятно. Все верили, все подбадривали меня, и это помогало мне усилить свои веры самого себя. Дальнейшего вам успеха в карьере, Андрей. Спасибо, это очень приятно с вами общаться.